12 сентября в музее-заповеднике Коломенское прошел пятый международный фестиваль «Казачья станица Москва», который собрал более двух тысяч участников из разных регионов России. Организаторами мероприятия выступили Департамент национальной политики, Межрегиональных связей и туризма города Москвы, Совет по и Президенте Российской Федерации по делам казачества, Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско». Международный фестиваль «Казачья станица Москва» – это место встречи казаков со всей России и стран ближнего зарубежья. На мероприятии каждый желающий мог узнать о традициях казаков, которые передаются из поколения в поколение, о их обычаях, культуре, назначении и роли казачества в истории нашей страны. Сегодня на фестивале «Казачья станица Москва» работало 12 площадок. В Коломенском можно было увидеть настоящую казачью деревню с куренями, в которых полностью воссоздан казачий быт. На площадке «Казачье подворье» гости познакомились с культурой казаков и с историей казачества. Был организован театрализованный показ традиционных казачьих конных воинских искусств, такие как джигитовка, конная рубка лозы от известных военно-спортивных казачьих школ. В рамках фестиваля работала станичная ярмарка, где гости праздника смогли приобрести на память сувениры и товары казачьей тематики. Здесь были выставлены казачьи головные уборы, казачья одежда, нагайки, рапники, плетьи, казачьи сумки и многие другие вещи. В ремесленном городке, в кузнице, все желающие смогли обучиться монетной штамповке, изготовлению памятных медальонов фестиваля, увидеть изготовление подков и выставку готовых изделий кузнечного ремесла. На одной из площадок фестиваля были организованы показательные выступления рукопашных клубов. Инструкторы русского рукопашного боя познакомили зрителей с различными способами защиты от вооруженного нападения. На фестивале прошел девятый открытый чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Казаки возродили традиционные соревнования своих предков, которые веками регулярно проводились в каждой станице и в полках на службе. На фестивале «Казачья станица» развлечения нашлись для гостей любого возраста, начиная с четырех лет. Дети могли прокатиться на пони и аттракционах, также узнали, как плести венки, лепить из глины. После молитвы началось торжественное построение подразделений войсковых казачьих обществ, кадетов Московского казачьего кадетского корпуса имени Шолохова, студентов Первого казачьего университета имени Разумовского, а также выисконные группы со знаменами войсковых казачьих обществ. Казачья станица Казачья станица Казачья станица Константального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством Кирилл Атаман войскового казачьего общества Центральное казачье войско Иван Кузьмич Неронов Директор музея «Усальба Коломенское» Сергей Ильич Кудяков Казачья станица 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 Господин Адаман, казаки для проведения пятого международного Внимание! Звучит гимн Российской Федерации! Гимн Российской Федерации! Гимн Российской Федерации! Для приветственной речи и открытия фестиваля разрешите пригласить в микрофон заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном Федеральном Округе, председателя постоянной окружной комиссии Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества в Центральном Федеральном Округе, Андрея Вениаминовича Ярина! Здорово, гнева, казаки! Здорово! Дорогие друзья, от имени Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Хотел бы поприветствовать на 5-м международном фестивале казачьей шаницы Москва всех гостей, организаторов и участников. Казаки всегда были впереди. Ими прирастала Россия. Более 260 казаков стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, 70-летие Победы, в которой мы празднуем в этом году. И весьма символично, что в этом году на Параде Победы 9 мая в колоннах Вооруженных Сил Российской Федерации шла сводная коробка кубанского казачьего войска. Вместе с кубанцами шли наши кадеты, представители Донского казачества, Оксайского казачьего кадетского корпуса. Сегодня в нашей стране казачество развивается достаточно динамично. Лучшие черты казачьего характера, патриотизм, любовь к родине, защита русской православной церкви весьма востребованы. Надеюсь, что так будет всегда. Мир вам и добра! Фестиваль открыт! Слово предоставляется первому заместителю руководителя Департамента национальной политики межрегиональных связей и туризма города Москвы Виталию Ивановичу Сучкову. Добрый день, дорогие москвичи и гости нашего города. Здорово, дневали, господа атаманы и казаки. Здорово! Позвольте мне от имени правительства Москвы поздравить всех нас с открытием 5-го международного фестиваля Казачья станица Москва и огласить приветствие заместителя мэра Москвы Александра Николаевича Горбенко. Участникам и гостям 5-го международного фестиваля Казачья станица Москва, Уважаемые гости фестиваля, господа атаманы и казаки, приветствую вас на 5-м международном фестивале Казачья станица Москва. Москва всегда достойно выполняла ответственную роль собирателя и хранителя истинных народных ценностей и традиций земли русской. Уже в пятый раз наш город со свойственным ему гостеприимством становится центральной казачьей станицей, на которой масштабно и емко демонстрируется уникальное по красоте и содержанию общенациональное явление российская казачья культура. Фестиваль – дань глубокого уважения и повышенного интереса москвичей к жизненному укладу казаков, их самобытным традициям культуры и семьи, высоким нравственным началом, беззаветной преданности отечеству. Российское казачество приняло самое длительное участие в формировании российского государства. Невозможно представить великие победы России без участия казаков. Выражаю уверенность, что проведение фестиваля казачья станицы Москва внесет достойный вклад в общее усилие по возрождению исторических национальных традиций и нравственных ценностей современного российского общества. Послужит укреплению его духовного единства, будет способствовать решению важнейшей задачи – совершенствованию патриотического воспитания молодежи. Желаю творческих успехов и вдохновения всем участникам и гостям фестиваля, всем, кто служит благородному делу сохранения, возрождения и развития традиций российского казачества. Александр Николаевич Горбенко. С праздником, дорогие друзья! С праздником! Приглашаем к микрофону митрополита Ставропольского и Невиномыского, председателя Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством Кирилла. Здорово, дневарь, братья-казаки! Здорово! Уважаемый Андрей Вениаминович, представители правительства города Москвы, господа атаманы, братья-казаки, дорогие москвичи и гости, я сердечно передаю всем вам благословения и поздравления с праздником Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Патриарх уделяет огромное внимание возрождению казачества. Буквально несколько дней тому назад под его представительством прошло высший церковный совет, на котором за основу был принят документ, и сейчас он за последние дни дорабатывается, концепция Русской Православной Церкви по духовному окромлению и поддержке казачества, и документ будет представлен 14 октября на покров Божьей Матери на 5-м международном конгрессе казаков в городе Новочеркасске. Дорогие друзья, 1027 лет прошло с момента крещения Руси. Мы в этом году тысячу лет празднуем со дня кончины Равнапостольного князя Владимира. 1027 лет тому назад сначала князем, а потом всем народом было принято святое православие и христианство из Византии. И в совершенно ином направлении от язычества к высоте христианства пошел наш народ и направилась наша страна. И сегодня, уже на этом протяжении тысяч лет невозможно перечислить за часы, даже сутки тех подвигов и на попыще созидания государства и христианских подвигов количество святых людей количество святых казаков которые стали святыми. Только могу несколько назвать это Илья Муромец это святой патриарх Гермоген это святитель Дмитрий митрополит Ростовский и много-много их можно перечислять, в том числе святых наших казаков. И, конечно, это наша сегодня главная ценность это сегодня наше главное счастье, которое держит страну многочисленные народы в первую очередь, конечно, русский народ держит вместе и не дает распасться. Кому-то хотелось бы сегодня, чтобы и было по-другому и со страной, и с народом и, конечно, за 25 лет, слава Богу, казачество прошло огромный путь. Последние пять лет я сам лично наблюдаю, участвую в этом возрождении казачества. Считали, что нужно еще потрудиться немало, но уже многое сделано потрудиться чтобы меньше было расприи среди казаков, чтобы было подлинное единство и, конечно, уж где-где, как ни в храме или на таких мероприятиях однозначно мы были вместе. Сегодня так и есть. Здесь реестровые, здесь общественные казаки и много-много тех, которые находятся ни в каких казачьих организациях, но они по роду казаки, по духу, они форму носят, они сохраняют традиции. И сегодня Москва порадуется казачьим традициям, казачьему, действительно, духу, который можно частично только здесь показать. Действительно, Россия ждет своих патриотов, Россия ждет своих героев. Я уверен, что среди вас таких много, которые не будут сомневаться, когда это нужно будет сделать для страны, для народа, для своих семей. Дорогие мои, пусть Господь благословит всех вас, пусть Господь благословит нашу страну, наше славное казачество, пусть Господь благословит нашу столицу. Люба России, Люба Русской Православной Церкви, Люба славному казачеству! Люба! 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 Слово предоставляется атаману войскового казачьего общества Центральное казачье войско Ивану Гузьмичу Миронову. Люба! 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 Господа атаманы, братья казаки, дорогие гости, уважаемые наши руководители, я хотел бы сегодня от имени всех присутствующих здесь казаков выразить глубокую благодарность тем, кто пришел на этот праздник, кто пришел порадоваться вместе с нами и обозначить то присутствие, которое нам необходимо, потому что оно греет душу, потому что мы чувствуем в этом свою необходимость и свидетельством является ваш интерес. Я хотел бы подчеркнуть, да, важные моменты сейчас происходят в жизни казачества, потому что перемены последнего времени, они укрепляют казачество, они делают его сильнее, как интеллектуально, так и с точки зрения защищенности в правовом смысле. Многое из того, что делает Совет по делам казачества при президенте Российской Федерации, многое из того, что делается Русской Православной Церковью, мы принимаем с глубочайшей благодарностью. В Москве мы находим постоянную поддержку, понимание, и не просто понимание, а активное участие и властей, и жителей Москвы, Московской области, Центрального Федерального Округа в нашей службе, в нашей работе. И я надеюсь, что сообща все вместе, мы сможем преодолеть те проблемы, которые решают казаки сейчас при вашей поддержке, и обеспечат развитие не только свое собственное, но развитие Москвы, развитие Федерального Округа, и в целом повлияют на укрепление обороноспособности нашей Родины. Вам всем большое спасибо за службу, за участие в делах государственных с пониманием и поддержкой. Люба! Казаки! Люба! 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 Вперед! Люба! 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 Горина, участники фестиваля, разоймись! На главной сцене фестиваля выступили Государственный Академический Кубанский Казачий Хор, Московский Казачий Хор, группа Гуляй Поле. Также на протяжении всего фестиваля было организовано выступление казачьих творческих коллективов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok